Такого не было больше полувека, говорят старожилы. Село Никольское в Укярском районе во время грозы оказалось под настоящим артобстрелом. Бомбило населенный пункт градом размером с куриное яйцо. Последствия стихии оценил мой коллега Алексей Федореев. Это продолжалось всего 15 минут, но размера градин вполне хватило, чтобы последствия напоминали то, что остается после военных действий. Сидела в доме и молила Господа Бога, чтобы пронес эту тучу отсюда. Внучка маленькая, 5 лет. Она плакала и кричала, за что так нас, Боженька, не любит. Валентина Григорьева показывает, что осталось от шифера. По сути, ничего. В крышах зияют отверстия по 10-15 сантиметров диаметром, в которые легко можно просунуть руку. Еще меньше осталось от садового урожая. Он фактически уничтожен. А то, что осталось, некуда складывать. Заглазами. Такой вот северен. Вон, всех глаз. Ну хоть я пособу собрала. Пока мы оцениваем ущерб у Григорьевых, прибегает их сосед Алексей. Он умудрился сохранить несколько градин. Это не самый крупный. Среднего размера. А крупный какой был? Покажите, приятный. Два таких, два. Потом нам показывают машины. Всем, которые стояли под открытым небом, хорошо досталось. В лучшем случае просто разбило стекла. При таких размерах градин остается удивляться, что не пострадали люди. Животным повезло меньше. Несколько он спрятался. Спрятался. И то лук на пиво. И его убил. Самое неприятное для жителей Никольского – село до сих пор без света. Во многих местах град порвал линии электропередач. А 80 километров сетей района обслуживают всего 4 электрика. Говорят, что им нужно не меньше двух дней, чтобы устранить все последствия. В Новопятницком там топор упал, прям на опору высоковольтную сломал. У нас здесь тоже во время грозы там подстанции КТП перекрыли. Ну, серьезно. Сегодня целый день в сельском клубе районные власти записывали ущерб. Урожай, машины, живность. Люди мало надеются, что им кто-то возместит их стоимость. Рассчитывают на помощь властей хотя бы в восстановлении крыш. Все-таки на носу осень, дожди, а шифера надо много. Люди пожилые говорят, такое было примерно в 1962 году, но не настолько. Потому что градины доходили до 7 сантиметров. По словам главы сельсовета, пострадали 100% домов. Никольская очень рассчитывает на помощь краевых властей. Большинство местных жителей – пенсионеры. И найти десятки тысяч рублей на новые крыши единовременно им не под силу. Алексей Федореев, Николай Чистяков. Новости ТВК.